Позвольте вам представить результаты сравнительного анализа наших пациентов, перенесших радикальную цистоктомию с кишечной деривацией мочи. Актуальность данного исследования буквально продиктована неоспоримым постулатом о том, что послеоперационное качество жизни должно рассматриваться хирургом и лечащим врачом наравне с ранними и поздними послеоперационными осложнениями, а также общей безрецидивной выживаемостью и летальностью этих пациентов. В настоящее время существуют валидированные опросники, утвержденные для оценки качества жизни у пациентов с раком мочевого пузыря. Наиболее распространенные указаны на слайде. Они также упомянуты гайдлайнами Европейской ассоциации урологов. Это опросники FACG, опросники Европейской организации исследования и лечения рака мочевого пузыря, и ОРТС, и QLQ-C30, и QLQ-BLM, и опросники Short Form и Player Cancer Index. Буквально коротко о них. Опросники Short Form 36 представляют собой мультипозиционную шкалу, оценивающую 8 концепций здоровья. Опросник FACG – это общий канцероспецифичный опросник, который оценивает различные аспекты здоровья и во время лечения, так и во время реабилитации наших пациентов. Также возможна модификация данного опросника в объеме FACG-BL. Это опросник, который оценивает прицельно функциональные результаты у данных пациентов. Опросники Европейской организации исследования и лечения рака QLQ-C30 и QLQ-BLM. QLQ-C30 оценивает общие показатели качества жизни пациентов, и QLQ-BLM оценивает принципиально пациентов с инвазивным и статическим раком мочевого пузыря. Относительно новый опросник Blatter Cancer Index, разработан Мичиганским университетом в начале 2000-х годов. Преимуществом является то, что возможна оценка пациентов на разных стадиях заболевания. Состоит из трех доменов, которые включают в себя оценку мочеводелительной системы, оценку функции кишечника, а также сексуальное здоровье пациентов. Обращаясь к данным современной литературы, следует отметить, что в трех крупнейших метаанализах последних лет статистически значимого отличия в качестве жизни у пациентов с формированием иллиум-кондуита и необледера по методу Штудера не выявлено. В исследовании 2015 года, исследование Али, качество жизни в группе пациентов необледера было статистически лучше. Обращаясь к данным нашего исследования, дизайн состоял, дизайн исследования был следующим. Включено 63 пациента, 48 из которых мужчин и 15 пациентов женщин. Медиану возраста составляет 66 лет. Группа наблюдаемых разделена на две. Соответственно, первая группа пациентов – это почти 42% группа ортопической деривации по методу Штудера, и 58 пациентов – это группа формирования иллиум-кондуита по брикеру. Все пациенты, перенесшие радикальную цистоктомию, велись согласно протоколу ЕРАС, ускоренного восстановления. Критериями исключения из исследования послужила наличие неодевантной химиотерапии по поводу рака мочевого пузыря, оса высокой степени тяжести, радикальная цистоктомия, перенесенная с кишечной деривацией не по поводу рака мочевого пузыря, а также невозможность выполнения опросиков по тем или иным причинам. В нашем исследовании мониторирование послеоперационного качества жизни проводилось согласно опросникам ЭРТС-КУЛКУ-Ц30 и ЭРТС-КУЛКУ-БЛМ. Предпочтения данным опросникам были отданы в связи с тем, что происходит разносторонняя оценка пациентов, то есть КУЛКУ-Ц30 оценивал различные аспекты эмоционального, психического состояния пациентов, когнитивные функции, также их социальную адаптацию. Опросник КУЛКУ-БЛМ был прицельно направлен на функциональные результаты у наших пациентов. Наши пациенты были, обе группы пациентов были схожими по входным критериям оценки. Единственное отличалось возраст в группе пациентов ортопической деривации, пациенты были несколько моложе по объективным причинам. По онкологическим характеристикам, в группе ортопической деривации пациенты преимущественно составляли когорту клинически локализованной формы рака, то есть стадии Т1-Т2. В группе иллиум кондуита, не большинство пациентов, превалирующая часть находилась с местно распространенным процессом. Мы постарались все результаты нашей работы представить в виде двух наглядных таблиц, которые оценивают функциональные и симптоматические результаты. Также в функциональных я привожу финансовые трудности, которые могли испытывать пациенты, и общее состояние пациентов, которое оценивалось по опроснику КУЛКУ-Ц30. На слайде представлено, что качество жизни по функциональным результатам по опроснику КУЛКУ-БЛМ было статистически лучше в группе пациентов ортопической деривации. То есть оно значительно отличалось по физической активности, эмоциональным функциям, когнитивным результатам и социальной адаптации. Финансовые трудности также отмечались в группе пациентов группы иллиум кондуита в связи с тем, что сам факт формирования уростома значительно снижает качество жизни. Некоторым пациентам приходилось отказываться от своей работы. По состоянию здоровья качество жизни наблюдалось лучше в группе пациентов ортопической деривации. По симптоматическим шкалам статистически значимого отличия в двух группах фактически не найдено. Тем не менее, обращает на себя внимание пункт бессонницы, который наблюдался в группе ортопической деривации, ассоциированный с тем, что пациентам приходилось соблюдать режим принудительных мочеиспусканий либо же периодической катеризации. Результаты компаративного анализа по опроснику РТС-БЛМ представлены на слайде. Четыре пациента из группы наших наблюдаемых наблюдают ночную и дневную инконтиненцию мочи. Два пациента требуется периодическая катеризация кишечного резервуара. У восьми пациентов наблюдается подтекание мочи из уростомы и ассоциированный с ним кожный дерматит. Приходим к выводу, что несмотря на общемировую преференцию хирурга в пользу илиум кондуита, формирование илиум кондуита после радикальной цистектомии, ортопическая кишечная деривация мочи при соблюдении всех критериев отбора сохраняет относительно хорошее качество жизни и социальную адаптацию пациентов. При наличии противопоказаний к ортопической деривации операция Брикер должна рассматриваться как метод выбора. У меня все. Спасибо за внимание. Буду рада ответить на вопросы. Спасибо, Анастасия Константиновна. У меня вопрос, если позволите. У вас в критериях исключения проведения неодиуантной химиотерапии. У меня тогда совершенно закономерная непонятная ситуация. По стандартам она должна быть у всех больных, которым вы планируете со стектамию делать. Вы тогда скольким больным проводите неодиуантную химиотерапию? И в каком проценте случаев вы это не делаете? В данном исследовании неодиуант, в связи с тем, что данное исследование частично ретроспективное, частично проспективное, химиотерапия в нашей клинике начиналась с 2017 года. Мы прицельно брали пациентов без проведенной химиотерапии, чтобы они подходили под критерии включения, группа была более однородной. Помимо этого, химиотерапия несет за собой закономерное осложнение в качестве анемии, влияет также на качество жизни проведенной. Поэтому для более однородного сравнения химиотерапия в качестве критериев была исключена из нашего исследования. Отвечая на второй ваш вопрос, 18% в следующем исследовании, почти превалирующее число пациентов сейчас проходит химиотерапию, затем госпитализируется нациостоктомия. Спасибо, но вы не планируете исследование все-таки провести по качеству жизни, по стандартам, с проведенной химиотерапией у больных? Естественно, мы сейчас наблюдаем группу пациентов с проведенной химиотерапией, исследование расширяется, добавляется большее количество опросников и оцениваются также онкологические результаты у этих пациентов, в том числе с химиотерапией. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы возникли? Спасибо за доклад, Анастасия Константиновна. Вопрос из чата. Было ли сравнение в зависимости от доступа? Доступ влиял на качество жизни? Вы анализировали это? Да, доступ влиял на послеоперационное качество жизни. У одного пациента после перенесенного радикальной цистоктомии через открытый доступ наблюдалась послеоперационная вентральная грыжа, в связи с чем потребовалась повторная операция. В данном исследовании у трех пациентов выполнялась открытая операция по методу Штудера, 21 пациент подлежал лапароскопической операции методу Штудера и 23 пациента подлежали лапароскопической операции и по методу Ильмакондуита и 19 пациентов лапароскопической операции, прошу прощения, 3 пациента лапароскопической операции по методу Штудера. Еще один вопрос. У Вас достаточно низкое количество такого неприятного осложнения после радикальной цистоктомии, как атоней мочевого резервуара. Каковы критерии отбора пациентов для ортопической пластики и выполняли ли Вы пациентам операции с нервосбережением? Нет, нервосбережение у данных пациентов не выполнялось. Основным критерием для формирования ортопической деривации в данном исследовании было отсутствие поражения по данным цископии, либо же по данным трансуретральной резервации, поражения задних отделов уретры, либо же простатического отдела уретры у мужчин и у женщин, и шейки мочевого пузыря в том числе. Тогда еще один вопрос. Берете ли Вы рандомную биопсию из заднего уретры и мочевого пузыря? В случае видимого поражения обязательно берем. А если нету видимого, то не берете? У мужчин рутинно у всех берем. Спасибо большое.